Маттия Неллес — один из немногих иностранцев, которые знают об украинской коррупции всё. Он гид антикоррупционной экскурсии в Киеве. Кто знает, сколько украинцев доверяют политикам? Попробуйте догадаться. 40%! Это очень по-немецки. Вы оптимист. Только 1% людей полностью доверяют политикам, и 6% — частично. Три месяца назад Маттия приехал из Германии в Украину преподавать в университете политологию. Идея рассказывать приезжим, что такое коррупция, возникла сразу. Маттия уверен — в этой стране она уникальна. Главное — понять механизм, как образуется коррупция и как она работает на деле. Меня очень беспокоит будущее страны, её развитие. И говорить о коррупции вслух — это ключ к демократии и изменениям. Что должно быть сделано, чтобы изменить эту систему. Это то, о чём мы говорим здесь. Чтобы экскурсии были интересными и познавательными, Маттия буквально на пальцах показывает, что такое взятка и какие формы она может принимать. Вы были ближе всего к истине, поэтому даем вам антикоррупционную шоколадку. Она произведена в Германии. Эта страна входит в топ-10 антикоррупционных стран. Они не платят шоколадом за услуги, поэтому это не считается взяткой. Маттия рассказывает и показывает, где кроме банков украинские чиновники хранят незадекларированные доходы. И признаётся, иностранцы с трудом верят, что стеклянная банка может служить сейфом. Догадайтесь, сколько долларов может поместиться в двухлитровую банку. Для этого нужен особенный опыт. 150 тысяч долларов. Совершенно верно. И самое интересное для туриста – места, где работают главные коррупционеры страны, по мнению организаторов экскурсии. Это Верховная Рада, Министерство здравоохранения, Комитеты Кабмина, Верховный суд Украины. Меня очень интересует новая Украина, постмайданная. Для гражданского общества сейчас главная борьба с коррупцией, потому что это основной враг демократии. И я пришёл на эту экскурсию, потому что меня интересует, как украинцы борются с коррупцией. Читать и видеть, где работают главные коррупционеры страны – большая разница. Вот только посмотрите на здание суда. Оно шикарно выглядит, как дорогой отель. Это впечатляет. Экскурсии проводятся не только для иностранцев, а для украинцев собирают отдельную группу. Пока желающих узнать о коррупции в Украине, мать и его коллеги находят в Фейсбуке. Но обещают, в скором времени это будет полноценное мероприятие с более интересными лекциями и встречами с известными политиками. Ирина Кононенко, Иван Любишкирдей. Настоящее время. Киев.